Здравствуйте! Программа «В центре внимания» в эфире в студии Яна Лисовая. На днях Амурская областная филармония отметила свой официальный юбилей 55 лет. Сегодня об этом поговорим с директором филармонии Ольгой Смирновой. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте, Яна! Всегда рада приветствовать в студии, тем более, что в последнее время очень много таких актуальных тем для встречи. Ну вот действительно, 55 лет. 30 ноября 60-го года исполком Амурского областного совета депутатов принял решение о создании Амурской областной филармонии. 55 лет позади успешной работы филармонии. Вы на посту директора уже два года, больше двух лет, да? Больше. За те два года, которые вы руководите этим большим предприятием, громадным предприятием, культурным, что изменилось? Яна, ну, во-первых, спасибо большое за поздравления. Я обязательно передам их всех сотрудникам филармонии. И 55 лет – это действительно большая веха в истории. Юридически мы отмечаем его 30 ноября, когда было подписано постановление. Но любое учреждение культуры, Амурская областная филармония тем более, ведет свой отчет и празднует именно вот как дату 55 лет от дня первого концерта. А первый концерт состоялся спустя 4 месяца от официальной даты постановления – 12 апреля 1961 года. Вот тогда в такую значимую для страны дату. И когда полетел Юрий Гагарин в космос, прошел первый концерт Амурской областной филармонии. То есть у вас два дня рождения фактически? Фактически, да, у нас два дня рождения. Отмечаем большой праздничный мы, естественно, в апреле месяце. А если вернуться к вашему разговору, то, естественно, 55-летняя история – это прежде всего история. Это прежде всего то, что было сделано до нас, до того, как мы вступили. Потому что тот фундамент или фундамент тех традиций, того отношения к делу, который был заложен предыдущими директорами, он, конечно, диктует планку, которую нужно просто не опускать и брать. И, наверное, каким-то характеристикам моей работы, если тот вопрос, который вы задали, будет все-таки оценка зрителя. Я думаю, что в большей степени оценят они работу. Ну, а если об изменениях, каких-то конкретных просто факторах, не об оценках, то за эти два года, благодаря Министерству культуры и архивного отдела Амурской области, Амурская областная филармония очень превросла в технологическом плане. Это очень важно в современном мире. Это первый момент. Второй момент. Мы пытаемся разработать новые методы работы с нашим зрителем, с нашим любимым зрителем, который ходит в Амурской областной филармонии. И один из таких примеров – это клуб друзей филармонии, который существует сейчас уже в течение года в Амурской областной филармонии. Много желающих присоединиться к клубу друзей? Друзей, на самом деле, в филармонии много? На самом деле, очень много. Мы постоянно делаем уже сейчас официальных заявок порядка 500, но мы принимаем всегда любого члена в наш клуб. Что это значит? Вы просто приходите в кассу Амурской областной филармонии, либо заходите на сайт, оставляете заявку, получаете карточку, оставляете тот канал связи, с которым удобнее было бы с вами связываться, либо это социальные сети, либо это интернет, в смысле электронная почта, либо это телефон, и первым получаете все новости об Амурской областной филармонии, а также, получается, становитесь участником разных привилегий и опций. Разные сюрпризы ждут наших членов клуба друзей филармонии. Это очень-очень много. Мы и поем кофе, и мы дарим подарки, и рисуем, и дарим книги. Очень-очень много. То есть, действительно, клуб друзей? Клуб друзей и быть выгодно в этом клубе, потому что мы своих друзей любим, уважаем, ценим и всегда задариваем чем-нибудь приятным. Вот, кстати, интерактивная связь, это такая особенность последних лет, которые присущи Амурской областной филармонии. Несмотря на то, что 55 лет, возраст фактически пенсионный, но вы стараетесь не отставать, идти в ногу со временем, в том числе активно создаете аккаунты в социальных сетях. Вы, по-моему, есть сейчас во всех сетях, да? Абсолютно во всех сетях можно встретить Амурскую областную филармонию. Вообще, чья это идея? Это идея времени, куда мы от нее денемся. Время диктует, и самое уникальное о том, что, вот вы говорите, что хоть у филармонии пенсионный возраст, и когда я пришла, мы стали анализировать и проводить разные опросы, исследования, все-таки кто является зрителем Амурской областной филармонии. И для нас стало очень приятным моментом, что зритель у нас не специфический. То есть проблема очень многих филармоний в том, что зритель обычно от 50, будем говорить откровенно, и чуть дальше. Потому что любят классическую музыку, в большей степени ты становишься почитателем, наверное, все-таки в этом возрасте. Но в Амурской областной филармонии мы находимся в маленьком городе, и у нас очень много направлений работы. У нас есть и в том числе даже эстрадное направление работы. У нас есть инструменталисты, у нас есть вокалисты, которые работают в очень многих жанрах. И поэтому почитатели, у нас также есть детские коллективы, поэтому почитателей и любителей Амурской областной филармонии очень много. Это от 6 лет и до бесконечности. И поэтому, когда мы заходим и как-то пытаемся наладить обратную связь, она у нас абсолютно разная. Это есть и книга отзывов, это есть и переписка в социальных сетях, поэтому мы общаемся с своим зрителем во всех направлениях, и этот зритель абсолютно разного возраста. Опять же, розыгрыши, которые проводите, тоже, наверное, способ общения, да, и задаривания, как уже говорили своих зрителей. Самое главное в большей степени не только подарить, хотя это, конечно, очень приятно для нашего зрителя, а сколько еще раз дополнительно рассказать, причем интересно рассказать о тех событиях, которые будут проходить в Амурской областной филармонии. Для нас это абсолютно несложно, и очень приятно, когда люди выходят на обратную связь, потому что, ну, ты просто понимаешь и чувствуешь и узнаешь, а потом эти люди приходят к тебе в зал и получают этот пригласитель, ты просто лично с ними знакомишься, и это как бы дорогого стоит. Но опять же, при общении к культуре, насколько мне известно, все-таки розыгрыши проходят в формате вопрос-ответ, да, задаете вопрос о какой-то культурной жизни, о каких-то событиях, сферах культуры, человек отвечает и получает за это вот такой приятный бонус. Ну, однозначно, потому что у нас нет таких розыгрышей, ну, очень мало, допустим, скажем, для которых не нужно ничего делать. Мы либо заставляем писать стихи, либо заставляем придумать, либо какие-то дополнительные ресурсы человека выкладываем, нужно порыться в интернете, посмотреть, ответить на вопросы, тогда ты только получишь свой приз. Ну, у нас, например, в одном из аккаунтов у нас есть такая рубрика, которая называется «Филармония просвещает», и мы рассказываем об уникальных залах филармонии, которые находятся в стране. То есть, ну, это такая просветительская функция, то есть это не только розыгрыши, не только такая развлекательная, это в первую очередь, естественно, просветительская функция. Если говорить, опять же, о том, какая современная сейчас у нас Амурская областная филармония, интересный вопрос, я думаю, не могу его не задать, о ремонте. Что сейчас происходит в филармонии изнутри? Изнутри мы действительно находимся в ремонте, и мы получили поддержку правительства Амурской области, что очень приятно в наш юбилейный концертный сезон, который у нас начался в октябре этого года, закончится он в мае 2016 года. Мы надеемся, что проведем его большую часть этого концертного сезона в комфортных условиях, как для артистов, так и для зрителей Амурской областной филармонии. На сегодняшний день идет косметический ремонт. В фойе мы меняем кресло. Ура, ура, это самая большая, самая больная для нас тема была. Многие зрители ликуют, наверное. Я думаю, что ликуют, и мы будем радоваться вместе со зрителем, потому что прежде всего мы работаем для зрителя, должно быть комфортно находиться в Амурской областной филармонии, естественно, зрители тем, кто приходит к нам в гости. Так вот, мы меняем кресло в зале, мы меняем стены, мы меняем в большей степени акустику, мы меняем шторы. Но я думаю, кто зайдет в зрительный зал Амурской областной филармонии, увидит такие изменения и будет приятно им удивлены. Современный экран, который тоже уже, в принципе, находится в процессе монтажа, как я понимаю, да? Что это за экран? Какие его преимущества? Для чего он вообще нужен? Опять же, мы пытаемся идти в ногу со временем, и вот все приобретение высокотехнологичного оборудования, которое в этом году мы осуществляли, это было при поддержке Министерства культуры Архивного отдела Амурской области, а сам грант был выделен Министерством культуры Российской Федерации. То есть это федеральное финансирование, и очень приятно, что мы оказались достойны его распределения. Мы купили дополнительное оборудование, это световое, звуковое, но самым большим, наверное, достижением, самым таким крупным приобретением, это стал новый современный LED-экран. Я не побыюсь этого слова, я думаю, что на какое-то время это будет лучший экран в городе Благовещенске, потому что технологии, конечно, развиваются быстро, и конкурирующие площадки, думаю, когда-то тоже обзаведутся чем-то подобным. Но на сегодняшний день это лучший экран, экран с разрешением 6 пикселей, профессионал это знает, то есть это большой телевизор на сцене. А вот как он будет воплощаться, давайте подождем чуть-чуть, и наши режиссеры найдут ему какие-то необычные применения, потому что так всегда бывает. Появилась технология, и дальше появится идея. Как он будет воплощаться, я думаю, вы и расскажете о том, какие мероприятия в ближайшее время пройдут в филармонии, чтобы немножко проанонсировать и подстегнуть наших зрителей в хорошем смысле для посещения филармонии. Да, Ян, давайте еще раз, мы до декабря месяца находимся в ремонте, и поэтому все мероприятия в большей степени проходят в Амурском областном Доме народного творчества, поэтому я всех наших поклонников приглашаю туда, и обращайте внимание, что написано у вас на билетах, приходите в Дом народного творчества. Из ближайших мероприятий 5 декабря мы повторяем большую концертную программу, на Толтом крыльце сидели, цирка, а мы с Аншлагом ее провели 29 ноября, в день рождения цирка. 5 декабря у нас еще один замечательный вечер, мы проводим два параллельных мероприятия, вот этот уже вечер состоится в областной научной библиотеке, дает свой концерт ансамбль народных инструментов «Карусель», называется она «Воспоминания о романсе», вот всех любителей такой музыки, а еще и солистами будут Елена Беляева и Павел Каперидзе, я приглашаю в Амурскую областную научную библиотеку. Далее 12 декабря у нас будет большой грандиозный концерт, у нас очень много зрителей просит, наконец-то, наконец-то, давайте сделаем, это будет Дню России посвящено. Ну а завершаем мы с 23 по 30 декабря проводим свои новогодние представления, они тоже пройдут в Доме народного творчества. Я думаю, что нужно обязательно посетить хотя бы часть из этих мероприятий, тем более, что Амурская областная филармония практически каждый день радует нас какими-то выступлениями и своей деятельностью, уже на протяжении 55 лет. Я напоминаю, что сегодня на студии была Ольга Смирнова, директор Амурской областной филармонии. Мы говорили о том, что, несмотря на свой пенсионный возраст, 55 лет, Амурская филармония шагает в ногу со временем. Это была программа «В центре внимания». До новых встреч в эфире. До свидания.